Как найти духовника, как найти того священника, которому можно, так сказать, довериться полностью? Вы знаете, дорогие друзья, я скажу, что нет ничего нового. В Евангелии очень чётко сказано. Просите, и дастся вам. Ищите, и обрячете. Дальше. Третье. Там просите, ищите, и ещё. Просите, и дастся, ищите, и обрячете, толците, и отвертится вам. Правильно. Мы должны толкать, мы должны действия совершить. Мы должны захотеть и пойти, поискать, попросить, пообщаться. Не всегда получается сразу найти того, кого вы ищете. Но чтобы вы нашли его, нужно толкать, нужно двигаться в эту сторону. Необходимое действие. Звать Бога в помощь, прийти, пообщаться, посоветоваться. Ну, не получилось сразу, не вышло с этим со священником. Ну, так бывает. Ну, бывает. Мы же все разные в жизни. И разные священники. Поискать того, с кем вы найдёте точки соприкосновения. Это единение. И скажу вам, найдя такого священника, вы будете дорожить этой связью и ощущать, насколько значима она для вас. Вы будете искать возможности к диалогу, призывать себя и хотеть этого общения, этих встреч и советов. Как писал святой Игнатий Бринчанинов, «Жительство по совету. Мы спрашиваем, как правильно устроить семейную жизнь, решиться какие-то задачи свои, внутренние, внешние. Вот как это верно? К священнику приходят разные люди. Очень разные. И для каждого он находит то слово, которое сдобрено солью. В той степени, в которой может вместить человек. Поищите, помолитесь, постучите. Двигайтесь в эту сторону. Желаю тем, кто не имеет духовника, в этом году искать его, призывая Господа в помощь. Батюшка, вот кто-то говорит, что духовник не нужен. Вот что, ну вот, есть законы совести, может, там кто-то подскажет и так далее. Это люди заблуждаются или, может быть, могут справиться? Вы знаете, я скажу, что святой Игнатий Бринчанинов писал в XIX веке. Богоховдохновенных наставников нет у нас. В XIX веке. Да. Что он имел в виду? Речь шла о бесстрастных наставниках. А те, кто достигли высшей степени святости, сам святитель Игнатий не достиг этой высшей степени святости. Кстати, вот очень интересное рассуждение у святого Иоанна Кронштадтского. Он, говоря о своих немочах, пишет о них в дневнике. И перед нами раскрывается образ высокой духовной жизни пастыря, который стал, достиг святости, но бесстрастия не достиг. Вот той боговдохновенности, которую называет святой Игнатий высокой ступенью этого совершенствования. Но вместе с тем, заметьте, ведь тот же святой Игнатий рассуждает дальше. Ищи добросовестного духовника. Если найдешь добросовестного, будь и этому рад. Нынче, 19 век, добросовестные духовники – великая редкость. То есть сейчас можно услышать, что старцев нет. Отец Кирилл ушел, отец Наум ушел, все, закончилась жизнь. Вот так вот сейчас тоже об этом говорят. Вы знаете, вот это жительство по совету очень значимо и важно. Потому что, когда сам себе режиссер, опасно, трудно, сложно. К одиночеству можно прийти. С чего мы начинали? Вот, кстати, один из моментов, Сережа, вы правы. Совершенно верно. Будем внимательны. Ведь понимаете как? Есть лечащий врач. Вот я Господу благодарен. Есть один доктор, который обо мне заботится, беспокоится. Заранее что-то там матчки скажут, вот там надо бы что-то такое учесть, там как-то вот, да, немножко вот поддержать чем-то, да. Вот какие-то такие советы добрые дают. Это вот свободная воля человека. Захотел человек беспокоиться о священнике. Дай Бог здоровья этому доброму человеку. Я не буду имен называть. Она знает, о ком речь идет. Так вот, да, в общем-то, и не один человек беспокоится. Слава Богу. Я про другое хочу сказать. Но в духовной жизни мы должны искать возможности приходить к священнику и вот этот совет врача духовного и спрашивать, посоветоваться, рассмотреть, вот сейчас эта мысль, она от Бога или нет? Образ жизни, который я веду, он угодный Богу? Или как-то подкорректировать надо? Может быть, не все сразу я могу изменить. Но я перед собой ставлю задачу. Вот это сегодня неверно. Но я хочу измениться, Господи. Я двигаюсь в эту сторону. Я зову Тебя, желаю вам, дорогие, в этом году двигаться в эту сторону, решая эти задачи. Может быть, не все сразу, но постепенно изживая в себе то, что мешает нам быть похожими на Христа, быть новыми людьми в новом году.